всем привет продолжаем путешествовать сегодня мы хессинки северный сосед наш питерский хочу показать церковь святого иоанна это лютеранский храм находится прямо хессинки автор архитектор адольф миландер построена эта церковь между 1888 и 1893 годами стиль не оготика является самой большой по количеству сидячих мест каменной церкви финляндии так написано википедии положено церковь в районе у ларлина такой район в хельсинки но немножко данных которые нашел данные самые простые это высота шпилей 74 метра производит впечатление церковь действительно красиво я обошел там упал это было зимой много людей гуляло вокруг церкви заходили туда внутрь но внутри уже не стал заходить там совсем не было удобно ну что еще вот она конечно известна свою великолепная акустика и сейчас даже какие-то концерты проводятся внутри могут разместиться 2600 человек расположена на холме которым на протяжении веков отмечался праздник рождества иоанна крестителя это праздник который наступает сразу после летнего солнцестояния и был популярен во времена дореволюционной монархии во франции и до сих пор отмечается как религиозный праздник во многих странах с преобладанием католических и протестантских традиций ну таких как здания норвегия швеция финляндия эстония латвия литва чем знаменит эта церковь в 1892 году в этой церкви служил органистом известный финский композитор и дирижер остров миллианта его популярность в свое время затмила на некоторое время даже я на себе люкс а кто не знает такой композитор бренд так вот этот оскар мерканта швед но жил в финляндии органист дирижер профессор церковь стала привычна для всей финляндии потому что ее показывали популярном сериале финском тот назывался катекат наша улица в переводе вот как я говорил что она как раз стоит на месте где был праздник праздник дня ивана купала но финляндия называется юханус его всегда отмечают большим размахом праздник магазин как правило закрываются и все государственных праздников и выходных дней финляндии это самые важные вот это именно иванов день и рождество в этот день в карелии существовала традиция разжигать множество костров самый большой назывался юбка копка костер юбка юка также почитался божество урожая плодородия как бог неба и погодных явлений ну собственно говоря в наверно вот и все про этот про эту церковь я часто бываю финляндии но мне вот пока еще не удалось попасть на этот праздник ну так вот я вам показал сегодня церковь святого иоанна который находится хельсинки это литеранский храм все всем пока всем привет кто досмотрит молодец кто не посмотрит но не посмотрит пока пока